Мотов! Привет, друзья! Это новый влог и обновлённый ежок. Я теперь женатый. Катюш, покажи, кажется, сейчас стоит на фоне, улыбается. Ну как, классно мы с тобой провели время? Классно. Обязательно потом заходите, Катюш, на канал, подписывайтесь. Ссылку я оставлю в описании. Мы планируем прямо сегодня записать цельный ролик про то, как у нас всё это дело прошло. Приложат Кате фотографии. И ещё я хотел сказать, чтобы вы подписывались на сообщество ВК. Я тоже укажу ссылку в описании. Тут есть немножечко фоток для затравки с нашего дня. Очень красивая обработка, мне прям сильно понравилось. Тут немного людей, всего 466 подписчиков. Но я надеюсь, всё равно вы присоединитесь. Многие обсирают эту платформу. Но опять же, повторюсь, мне очень нравится ВК. В последнее время там классное качество. То есть он не так сильно режет видосы, как YouTube. И плюс ещё скорость заливки и обработки вообще моментальная. И никакого геморроя с музыкой. Любую вставляешь, пользуешься. Вообще это очень здорово. Ну и теперь переходим к влогу. Возможно, сейчас девочкам не будет интересно. Но тем не менее, всё равно послушайте. На следующий день после нашей регистрации я попытался включить компьютер. И в итоге у меня загорелся синий экран смерти. Я вам приложил скриншот к видосу, чтобы вы посмотрели, что это такое. Я сначала, когда увидел это сообщение, думал, что что-то с памятью. И в итоге переставлял оперативку. Ничего не получалось. После этого я перешёл в режим восстановления винды. И нажал на кнопку «Откатить последнее обновление». После чего у меня винда вообще перестала загружаться. То есть я заходил на экран, где нужно ввести пароль. В итоге вбиваю его, хоп, и всё нафиг зависало. Поэтому пришлось переустанавливать всё. Мне, конечно, бомбило, потому что у меня осталось очень много фото, которые я не скинул. Всякие настройки от OBS Studio. Это приложение, через которое я провожу стримы. Поэтому мне придётся заново всё настраивать. Ну и одновременно с этим я заодно решил поменять вентилятор. Потому что меня шум компьютера вообще не удовлетворял. Сейчас он в таком полуоткрытом состоянии. Тут надо крышечку закрыть. Как-нибудь это сделаю. Это несложно. Вон она стоит. И заодно поднял компьютер немножечко на такие поролоновые ножки. Для того, чтобы воздух снизу вверх затягивался немножко лучше. Потому что там расстояние прям минимальное. Так вот, зачем я менял вентиляторы? У меня был шум у водянки. Небольшой треск. Вот тут она у меня сейчас лежит. Это у нас кулер-мастер. Небольшой треск какой-то был. Мне это дико раздражало. Я решил, что куплю обычный воздушный кулер. В итоге остановился на вот такой модельке. От компании Deepcool. Стоил 9000 рублей. Да, не дешево. И заодно я поменял компьютерный вентиль. Это Naktua. Очень хороший производитель. Просто как автомат Халашникова. Работает по 25 лет. И мухи не кусаешь, что называется. Изначально я думал купить себе вентиль. Сейчас вам даже покажу. Открою. Блин, где он у меня? Вот такой. Ну это, блин, цена вообще просто какая-то заоблачная. В итоге прочитал про этот Deepcool. Мне он вроде понравился. И стоит не так дорого. И по характеристикам классный. И теперь у меня очень-очень тихий компьютер. Но я не буду вас сыпать характеристиками. Просто покажу, что через несколько минут монтажа у меня процессор нагревается до 56 градусов. И скорость вентиляторов прям минимальная. То есть я его не слышу. Шум из окна гораздо громче. При этом вчера вечером на полной тишине, так скажем, его слушал. Все отлично. Никакого треска. Все вентиляторы шуршат прям на ура. Я очень доволен, ребят. У меня просто есть вот эта педантичность. Если я слышу посторонние звуки, мне сразу хочется это все дело поменять и разобраться. То же самое касается машины. Если где-то есть какой-то скрежет, трески, я сразу Катюхе говорю, перевожи какую-то штучку там машине, потому что она на дороге просто трясется. Ну вот такая черта. Подытожу. Взял себе процессорный кулер. Вот этот Assassin 4 от Deepcool. И купил просто вентиль. Для того, чтобы он выдувал горячий воздух. Вечером установлю крышку. Вот эту полупрозрачную. И будет еще тише. Хотя я и сейчас не слышу компьютер, а когда монтирую, я думаю, вы понимаете. Наушник вообще все глушится. Хотел еще поделиться досадной историей. Я 14 июля заказал вот такую веб-камеру StreamCam, которая используется для наших стримов. Сейчас она установлена у Катюши. И я хочу вторую такую же взять, для того, чтобы не перетыкивать ее постоянно. Так вот, смотрите, заказ был от 14 июля по Москве. Сегодня у нас 1 августа. Срок доставки изменился до 4 августа. То есть, представляете, больше двух недель по Москве она не может доехать. Пункт выдачи Авито и Ксмейл. Заходим сюда по трекинг-номеру и видим. 18 июля. Тут информация. Пути на ПВЗ. И в итоге я не могу ничего сделать. Писал в службу поддержки. Они говорят, если до 8 августа не приедет, то мы вернем вам деньги. Я уже пишу продавцу. Жене, блин, мне надо было просто до тебя доехать. Такое ощущение, что она просто где-то потерялась. И я вот так жду. И, кстати, по поводу стримов. Нам надо обязательно его провести. Потому что мы с Катюхой его проводили у нее на канале. Потом и у нас, как бы, тоже анонсирую, все будет. Надо только, вот говорю, мне настроить приложение для стримов. И, соответственно, установить вебку. Уже жена, жена готовит котлетки. Вкуснее, девушка. Ну и пюрешка будет. И соленые огуречки. Сейчас будут котлетки у меня. Я вам показывал, когда они жарились. Сейчас они уже готовы. Пюрешечка. Вот моя ежиха. Ты осознаешь, что у тебя новая фамилия? Или пока не привыкла? Ну, я еще не привыкла. Я это осознаю, но не привыкла. Мне кажется, если я пойду куда-нибудь, там, не знаю, бронирую что-нибудь, там, столик, мне будут говорить, на какую фамилию записать я скажу Кривенко. Или анкету будешь заполнять, а там напишут Кривенко. А ты уже давно не Кривенко. Все, женщина, забудь. Вот у нас цветочки. Им уже немножко плохо. Это со дня регистрации уже 4 дня прошло. Может, их надо было в воду? Тогда бы они еще продержались. Там вода есть вот здесь. Ну, правда, уже все вышло. Ну, все, давай есть. Корми хозяйка. Сколько тебе? Да парочку хватит. Друзья, я жду Катюху, помоя в голову для интервьюшки. Я масочку нанесла, такие волосы крутые. Что за масочку? Будут ведь у меня в комментах потом спрашивать. А я с ранимым. Они такие гладенькие, патроны. Ага. Прикольно, да? Ну, это белорусская, которую мы с тобой еще в Брянске покупали. Помнишь? Я еще и думала. У меня разные маски много. Ну, это и себя расскажет. В общем, друзья, мы сейчас запишем интервьюшку. Я думаю, у Катюхи немного времени займет, чтобы это отмонтировать. Потому что там легкий монтаж. Монтаж, монтаж. Масло масляное. Тавтология. И выложит в ближайшее время. А я вам следом маленькую выдержку сделаю. Еще раз повторяю. Переходите, Катюхи, на канал. И сами все увидите. Катя Ежова в Ютубе. Все очень легко и просто. Ну что, погнали. Я, наверное, расскажу сейчас свою мужскую версию. Потом тебе слово передам. И ты наполнишь деталями. Потому что я в этом плане немножечко туго дум. И у тебя гораздо более все ярко, чем у меня. Это прям точно. Пока красили Катюшу. Я, соответственно, бакланил, пил кофе. Ел пряник. Шатался из стороны в сторону. И потом начал одеваться. Вот с одеждой у меня все было плохо. Потому что Катюш накануне сказала, я тебе завяжу галстук. В итоге по времени у нас там была полная задница. Об этом ты уже расскажешь. Как мы практически так впритык за 15 минут до начала регистрации приехали. И что получилось с галстуком? Я говорю брату, который приехал уже домой. Давай ты мне завяжешь. Он нашел инструкцию. Где-то на Ютубе. Ну, фоточку. И начал завязывать. А я сам не умею галстуки завязывать. Я, наверное, за всю жизнь только вот на выпускном. Разве что носил. И как бы все. В итоге он открыл эту фотку. Начинает раз, два, три, четыре, пять. Все. Не получается. Я такой бляха-муха. В итоге открыл на Ютубе инструкцию от канала GQ. Как за одну минуту завязать галстук. Многие тащатся по швейцарскому шоколаду. А я человек простой. С самого детства люблю бабаевский. Вот такой темный. С помадкой. Сейчас Катюша мне принесла. И такое удовольствие получает. Стоит вообще копейки. По сравнению с шоколадом, который сейчас продается. Ну, мне вкус очень нравится. А мы сейчас с Катюшей за кофе. Как обычно. Только штамп появился. А так привычки и дела. Ну, это семейные традиции наши. Да. За кофеем пошла. Ну, и давайте как итог этому влогу немножко с вами поболтаем. В целом, я как мужчина очень рад, что у нас все сложилось. Потому что она очень надежный компаньон. Да, у нас у обоих есть свои недостатки. Мы оба вредные. Но как-то все равно получается договариваться. И достаточно быстро решаем какие-то вопросы, проблемы, которые у нас возникают. Блин, мне ужасно бесит, что у меня вот так вот скрипит стул. И когда я просто хочу поболтать, вы слышите лишние какие-то звуки. Ну, ладно. Ничего страшного. Я постараюсь руки куда-то в сторону убрать. Чтобы не дергать вот эти свои подлокотники, которые очень сильно скрипят. Ну, и нам остается только 12-го числа сыграть свадьбу. Я думаю, будет прикольно. Недавно мы договорились еще со стендапером, который нам будет помогать в проведении свадьбы. Там тоже очень интересная история. В декабре 21-го года, когда я с мамой ездил на Кавказ, это было в Северной Осетии. Я что-то стоял, снимал, мама по сторонам, на горы глядела. И подходит мальчишка. Ну, как мальчишка, ему уже сейчас 30 лет. И спрашивает, а что вы здесь снимаете, что за канал? В итоге мы с ним разговорились, целый час болтали. Тогда он еще говорил о том, что хочет в Москву переехать и заниматься стендапами. И в итоге мы начали общаться. 12-го августа он будет у нас на свадьбе. Естественно, с гонораром, со всеми делами, потому что я искренне считаю, что за любой труд нужно платить. Ну ладно, я ушел немножко в сторону. Говорили о Кате, обо мне в общем и целом. Я очень доволен. Правда, ребята, у меня надежная, красивая, умная, очень любознательная и клевая девчонка. Я надеюсь, что у нас все сложится, все будет прекрасно. 12-го числа мы еще сыграем свадьбу. Да, она там, конечно, очень экстренно собиралась. Ожидание и реальность может не совпасть. Но я все равно считаю, что если люди будут настроены позитивно, то и свадьба пройдет хорошо. Ну и как говорил ранее, я вам тоже хочу пожелать, чтобы вы нашли ту свою половинку, от которой будете кайфовать, будете радоваться и у вас на душе будет спокойно. Все, друзья, ставьте лайки, либо дизлайки, пишите комменты, ну и жду вас в следующем влоге. Все, пока.